Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать в своем новом видео. И сегодня мы с вами в преддверии весны будем вместе создавать пошагово красивый, такой женственный, романтичный, но при этом, как мне кажется, очень выразительный макияж. Я надеюсь, что тема данного ролика вам интересна, потому что все-таки в преддверии весны уже хочется, знаете, какой-то и романтики, и легкости. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чашечку кофе, либо вкусного чая, и всем желаю приятного просмотра. Ах да, я чуть не забыла, у нас с вами сегодня будет очень много относительно новой и интересной косметики на затесте. Что-то будет суперлюксовое, но что-то будет очень доступное и при этом классное. Поэтому, повторюсь, не переключайтесь и продолжайте смотреть. Друзья, сегодня для подготовки кожи к макияжу я буду использовать средства от бренда Маньо. С этим брендом я познакомилась в 2023 году, влюбилась в него, потому что после использования абсолютно каждого продукта я видела эффект, результат. Мне безумно нравится, как выглядит моя кожа с этими средствами, поэтому сегодня буду использовать сыворотку Bifida Biome Complex Ampoule, которая направлена на восстановление микробиома кожи и на укрепление кожного иммунитета. Мне кажется, это как раз-таки необходимая помощь нашей коже в межсезонье. Сейчас, когда мы с вами уже провожаем зиму и встречаем весну, из-за погодных изменений наша кожа может реагировать, поэтому как раз-таки такая сыворотка будет отлично и помогать, и поддерживать ее в хорошем состоянии. В составе этой сыворотки присутствуют лизат бифида и лактобактерии, которые направлены на увлажнение кожи, на борьбу с отеками, а также повышение иммуномоделирующих свойств вашей кожи. Что касается текстуры, то это отдельная любовь, и, как вы видите, я люблю ее использовать перед макияжем, потому что она обладает очень приятной, легкой гелевой консистенцией. При распределении по лицу не вызывает никакого раздражения, очень легко и быстро сливается с текстурой кожи, красиво ее подсвечивает, увлажняет, как будто бы даже, знаете, успокаивает и не оставляет никакого ощущения липкости, что очень важно. На мой взгляд, это отличный вариант сыворотки по уходу за кожей на ежедневной основе. Также, что важно, эта сыворотка будет подходить абсолютно любому типу кожи, благодаря своей текстуре и, конечно же, компонентам в составе. Поэтому, если вы в поиске хорошего, проверенного средства, то обязательно присмотритесь к этому продукту и в целом к бренду Маньо. Повторюсь, потому что у бренда действительно очень много классных рабочих средств. Ну и, конечно же, я оставляю вам приятный промокод на скидку на продукцию и ссылку, а также всю подробную информацию по использованию промокода вы сможете найти в описании под этим видео. Пришло время наносить декоративные средства. И сегодня в качестве тона я буду использовать легчайшее покрытие. Все потому что, во-первых, как вы видите, я сейчас с загорелой кожей, она поэтому немного в таком, знаете, сухом состоянии. Мы, конечно же, ее увлажнили, но я после отпуска люблю использовать как раз-таки очень легкие увлажняющие покрытия. И в аэропорту, как раз-таки, когда я улетала с отпуска, было приобретено мной мое любимое тональное средство от бренда Chanel. Я, друзья, знаю, что, возможно, сейчас будут комментарии на тему того, что, Лена, это средство не купить в России, зачем ты нам его показываешь, но вдруг вы тоже полетите в отпуск, либо у вас кто-то из знакомых полетит в отпуск, а вы были в поисках легчайшего, красивого при этом покрытия. Обязательно присмотритесь к нему. Конечно же, есть огромное количество подобных средств, но все-таки номер один топ — это именно Chanel Water Fresh Tint. На какое-то время его даже как будто бы снимали с производства, многие не могли его найти, но сейчас оно вновь в продаже. Кстати, в комплекте у него идет вот такая вот кисть. И вы знаете, я всегда очень пренебрежительно отношусь, честно вам скажу, к кистям, которые идут в комплекте. Как правило, даже чаще их просто выбрасываю, не пробую. Но я решила попробовать эту кисть, и мне она так понравилась. Упругая, скошная, мягкая синтетика, поэтому я предлагаю нанести этот тон прямо этой кистью. Если что, у меня тон в оттенке Light Deep. Это, по-моему, самый темный оттенок этого тонального. По крайней мере, там, где я приобретала, это был самый темный оттенок. Ну и благодаря легкой увлажняющей текстуре, это средство очень легко и быстро подстраивается. То есть даже если я стану чуть-чуть светлее, что логично, я думаю, что я все равно смогу продолжать пользоваться этим тоном, так как он очень-очень легкий. И на первый взгляд, когда вы его наносите, есть ощущение, что это просто вода, что он вообще ничего не делает, он просто как будто бы, ну, увлажняет кожу благодаря текстуре. Но на самом деле, спустя несколько секунд после нанесения, после того, как он начинает подстраиваться, вы видите этот выравнивающий эффект. И вы знаете, вот правда, я пробую очень много тональных средств, но почему-то каким-то магическим образом Шанель, они, вот по крайней мере, на моей коже в последнее время смотрятся максимально незаметно. И при этом делают очень красивый эффект такого легкого фотошопа. Плюс, что мне еще очень нравится, то, что кожа вроде выглядит более подсвеченной, но, по крайней мере, в жизни она не выглядит какой-то очень жирной от того, что слишком какое-то тяжелое средство. Подходящих мне консилеров сейчас не так много, поэтому я использую уже свой любимый, проверенный временем, от Шарлотт Силбери, здесь особо останавливаться не будем, хорошее средство, про которое я говорила уже очень-очень много раз. Кстати, друзья, у меня сегодня, посмотрите, сколько новых кистей от бренда Pony Roma. Вы меня часто спрашиваете, какие кисти я использую, и в последнее время в моих обзорах, в туториалах, в других социальных сетях вы видели именно эти кисти, и реально они очень-очень классные. Вот сейчас буду использовать новенькую из линейки Love, очень красивые, кстати, кисти, для консилера. Буду сейчас использовать, покажу мои действия. Такая симпатичная кисточка, и поехали. Здесь, по-моему, смешанный ворс, дуофибра. Она такая плотненькая и хорошо имитирует пальчик, при этом отлично тушует. За кадром я только что нанесла консилер, оформила брови, и следующий этап — это, конечно же, нанесение такого нежного продукта, как румяна. Вы знаете, я очень люблю румяна, и мне кажется, что в макияже на свидание этот продукт является просто обязательным, его пропускать точно нельзя, потому что именно они, так скажем, задают настроение. Сегодня я буду использовать румяна от бренда Небледная, в очень красивом, таком нежно-розовом, слегка персиковом оттенке. Недавно их попробовала, протестировала, мне очень понравилось, как они смотрятся на коже, ну и, конечно же, красиво-свежающий оттенок. Так, воспользуемся кистью побольше и такими вбивающими движениями распределяем. Это не сухая текстура, при этом это не слишком какая-то жирная текстура, то есть действительно такой хороший баланс для красивого натурального оттенка, чтобы этого не было видно на вашей коже, но при этом продукт достаточно устойчивый. Я, конечно, все равно рекомендую закреплять любые кремовые средства именно пудрой. Если вы знаете, что ваша кожа склонна к жирности, то не забывайте об этом. Ну и вот так объемненько, прям в скуловую косточку, немножко в височек, увожу их. У меня немного подсгорел нос в этот раз, прям появились веснушки, и вы знаете, мне так понравилось, поэтому я вот сюда тоже румян прям побольше наношу сейчас. Следующий этап, это, конечно же, нанесение кремового бронзера. Здесь все по классике. Любимая Charlotte Tilbury. У меня там скоро уже дырочка появится в этой упаковке, потому что использую каждый день. Средство очень классное, но главное не переборщить. Легко оттушевывается. Ну и вот движения все у меня вот такие вбивающие. Можно нос тоже чуть-чуть забронзировать. У нас, конечно, и так уже солнцем забронзирован, но еще чуть-чуть. Имеете вот рядом, когда делаете макияж, какую-то чистую, упругую кисть или же влажный спонж, которым вы сможете убирать излишки, регулировать интенсивность. Это очень удобно, и макияж визуально, конечно же, будет смотреться всегда, когда вы будете вот так вот все финализировать, все тушевки, будет смотреться более чистым. Кремовая коррекция и, в принципе, люксовые средства в этом видео, мне кажется, подошли к концу, потому что тут у нас с вами сейчас впереди на затесте очень много новинок, либо средств, которые я уже показывала, но еще не часто использовала, из масс-маркет. Начнем мы с вами вот с такой пудры от бренда Art Visage, называется она Silky Whale Luminous Loose Powder. Конечно же, меня очень привлекло то, что это именно фиксирующая, подсвечивающая пудра. В масс-маркет сегменте, мне кажется, подобной текстуры не так много, в большинстве случаев это именно матовые пудры, вот, поэтому мне очень интересно ее попробовать. Я ее еще ни разу не использовала, снимаю стикер и возьму какую-нибудь новую тоже красивую кисть. Давайте возьмем вот такую, вскрою. Это у нас коллекция My Passion. Очень красиво, как раз к 14 февраля, мне кажется, актуально. Так, и, значит, что делаем? Промакивающими движениями наносим ее. Я беру зеркальце, чтобы смотреть поближе каждую пору. Слушайте, ну, очень хорошо она сглаживает поры. Вот постараюсь вам показать этот результат. Здесь уже с пудрой, здесь без пудры. Такой легкий эффект сглаживания присутствует. Какого-то активного, кстати, свечения я вообще не вижу. Вот здесь в баночке она выглядит прямо хайлайтерно. Я боялась, что она будет, знаете, как пудра от Unglot есть такая прям, хайлайтер. А нет, все очень деликатно. Присутствуют сияющие частицы. Вот сейчас я их вижу. Знаете, они видны под определенным светом. И, на мой взгляд, они крупноваты для пудры. Поэтому не рекомендую эту пудру тем, у кого кожа с клонок жирности. Есть расширенные поры, воспаления. Потому что благодаря таким крупным сияющим частицам вы точно привлечете внимание к тому, что, возможно, вы бы хотели скрыть. Вот поэтому, ну, в целом посмотрим, как кожа будет выглядеть спустя некоторое время. Далее, коррекция будет у нас сегодня при помощи вот таких палеток от бренда Pupa Wonder Me. Я уже делала обзор на них в своем телеграм-канале. Кстати, если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ежедневно практически там уходят посты. Лайфстайл, тренировки мои, питание и, конечно же, бьюти. Вот, я возьму для себя, сейчас я выберу, 0, вторую, потому что она чуть более теплая. И давайте проработаем скуловую зону. Что хочу сказать по поводу этой палетки. Очень мягкая текстура у продукта. Абсолютно не присутствует никакого сияния, шиммера. То есть это продукт матовый. Но благодаря пудровой консистенции, такой, знаете, слегка маслянистой, она носится очень легко, легко тушуется, легко наслаивается. Вот, поэтому, если вы в поисках универсального продукта для коррекции, присмотритесь. Есть еще первый оттенок, он чуть-чуть более холодный, но все-таки продукт здесь не является, на мой взгляд, стопроцентным скульптором. Это все-таки больше про бронзирование лица. Дальше давайте делать мейк глаз. В общем, нам с вами на свидание. Мне кажется, нужно сделать что-то такое женственное, не пугающее, не отталкивающее, легкое, но при этом, конечно же, выразительное. Я сегодня хочу попробовать вот такие новые кремовые тени от бренда Stellar из коллекции. Eye Tattoo, по-моему, это коллекция. Нет. Ну, в общем, называются они Eye Tattoo. Будем их пробовать. Так, дальше у нас с вами Sparkle, очень крутые, про которые я уже говорила в других социальных сетях. Это Artvisage, нереальные. Дальше, возможно, попробуем палетку. Вот здесь есть такая новенькая у меня от Artvisage. Посмотрите, какая красивая палитра оттенков. Мне кажется, очень достойно. В общем, попробовать интересно. И, ну, все-таки романтика, да, это надо что-то, наверное, сияющее. Вот у Stellar, значит, есть оттенок номер 3, такой жемчужно-розовый. Есть оттенок 4, называется Champagne. Так, я их еще, видите, даже не пробовала. Ой, вот Champagne, кстати, очень красивый. Мне кажется, сейчас под мой цвет кожи будет классно смотреться. И номер 1 называется Enigma. Он матовый. Слушайте, я, кстати, попробовала второй матовый от Stellar. Очень крутой. Холодный, розовый, классный. Я для себя определила на сегодня оттенок номер 4, Champagne. Поэтому поехали. Пока не засохли, надо кисти ткать. Пока. Так, Pony Roma номер 10. Давайте еще попробуем наслоить. Так, следующая кисть у нас номер 4. И мы с вами возьмем оттенок номер Taurus. Номер под словом Libra and Taurus. В общем, смешиваем, потому что просто бежевый здесь не хочется. Хочется чуть-чуть вынести его. Так, ну что, тени мягкие. Не слишком пигментированные. Но, знаете, я думаю, что эта палетка не сильно дорого стоит. А здесь столько красивых оттенков. И поэтому ждать от нее еще и прям пигментации, как, не знаю, тени Наташи Динона, наверное, было бы глупо. Так, потушевали. И давайте сюда. Дальше давайте добавим тоненькую стрелочку. Я хочу ее сделать в таком шоколадном оттенке. У меня карандаш от бренда Note в оттенке номер 04. Безумно красивый. Сейчас сами все увидите. Можно даже его еще немножечко наслоить. Друзья, бывает всякое. Карандашик мягкий, как видите. Легко идет за рукой. Вот так вот. Ну вот, посмотрите, какой красивый, благородный, сложный оттенок. И он не перегружает, но при этом, мне кажется, очень красиво вытягивает цвет глаз. Я немного затенила еще и внутренние уголки. Сейчас хочу затенить их еще и снизу, чтобы глаза были такие более, знаете, дерзкие. Легкие смоки попробуем сделать, но при этом не перегрузив взгляд. Сейчас мы будем фиксировать наш карандаш при помощи вот такого коричневого, сияющего оттенка, также из палетки Art Visage. Он чуть-чуть посветлее, чем карандаш, не такой глубокий. Но, в принципе, выглядит красиво. Подсвечивает очень классно. Ну, а теперь предлагаю воспользоваться сияшками. Мой любимый этап в макияже. И бренда, опять-таки, Art Visage. Вот есть очень красивый 34, но он у меня, к сожалению, разбился еще до момента моего затеста. И мне очень понравился оттенок, который называется... Который идет под номером 35. Он такой, вот знаете, напоминающий мне немножко Charlotte Tilbury. Хамелеончатый. С одной стороны уходит в холодный, с другой стороны дает золотинку. В общем, интересно. Можно сочетать их между собой. Также помните, что подобные оттенки, то, точнее, как они будут выглядеть, очень зависят от вашей подложки. Поэтому я, наверное, на свою светлую подложку хочу нанести, вот попробовать этот оттенок номер 34. Ой, они такие мягкие. Посмотрите, я только прикоснулась, они уже все, развалились. Но вот предыдущие оттенки, которые я вам показывала, они нормальные пришли. А вот этот разбился. Ну, ладно. Так, у нас с вами сейчас наносится номер 34. Он вот здесь выглядит, прямо согласитесь, коричнево-бронзовым. А навеки в золото прямо уходит. То есть цвета в них не так много. Больше, конечно же, такого полупрозрачного сияния. Но, вы знаете, по эффекту свечения мне они очень нравятся. Мне кажется, что за эту стоимость они не хуже, чем Бобби Браун. Вот, и не сыпятся. То есть прямо такие, знаете, отличные спарклы, которые нужно наносить именно подушечкой пальчика. Ну и добавим немного контрастности, очень аккуратненько, при помощи тончайшего лайнера с кисточкой. Тоже, кстати, бренд Artvisage. Называется Chicago. Chicago очень тоненькая именно кисть, что важно. Я такие намного больше люблю, так как они дают такой более деликатный, тонкий эффект. Ну и рисовать им легче. Взгляд я хочу сделать все-таки более мягким, благодаря еще и коричневой туши. Буду использовать сегодня вот такую, многим известную от Luxe Visage XXL в коричневом оттенке. Распробовала ее буквально пару недель назад, и сейчас в руках не тянется постоянно. В одном из моих предыдущих видео, где мы вместе с вами ходили на шопинг «Золотое яблоко», я видела огромное количество комментариев на тему того, что Лена, почему тема маркеров от Influence не раскрыта. Поэтому сегодня я решила, что мы с вами как раз-таки нанесем их на губы. На контур я буду наносить оттенок номер 04. Обратите внимание, что я после того, как наношу, сразу же пальчиком стараюсь их подтушевать. Чтобы не было сильно графично. Немного подсыхают. То есть из-за того, что все-таки это фетровый наконечник, не очень удобно вот в зоне галочки прокрашивать. То есть, в принципе, задумка интересная, но неудобно, если честно. И теперь добавлю немножко троечки. Такой более бежевый оттеночек, его прям, знаете, чуть-чуть. И оттушевываем. Такие, получается, с этими маркерами, прям матовые губы. Хотелось бы добавить нотку свежести. Поэтому давайте попробуем нанести румяна. Слишком по-розовому, да, как-то получилось. Нужно что-то еще. В общем, я решила добавить тоже румяна, но в таком уже, видите, более ягодном оттенке, чтобы они были не такие высветленные. Потому что мне кажется, что с загаром все-таки вот сильно высветленные губы смотрятся как-то не очень. А так получился сочный, выразительный и, мне кажется, при этом очень романтичный вариант макияжа губ. Не хочу делать сюда никакие блески в большом количестве. Все-таки, мне кажется, знаете, когда ветер, и это, в общем, не очень практично. Вот, поэтому оставляем вот такой вариант нашего нежного, но при этом выразительного макияжа на свидание. Я вам, дорогие девочки, желаю всем красивой весны. Уже, если честно, в предвкушении. Хочется ощутить вот уже вот этого тепла, солнца увидеть. Вот, ну а пока поднимаемся до настроения при помощи красивого макияжа и косметики. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось это видео, то обязательно не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Конечно же, не забывайте про мои другие социальные сети. Я везде их веду очень активно, поэтому подписывайтесь. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ну а я вам всем желаю прекрасного настроения и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok